Девушки отдыхают Ты должен его перевезти Диких ребят Брюса считают лучшими из тех, кто перевозит через пустыню опасные грузы Почему мы лучшие? Потому что мы люди в черном Мы водим черные машины У моей жены черный корвет У меня черный крейслер 300 Черный харлей Черный катер Черная гоночная машина Даже у детей черные машины Это имидж плохих парней Вот кто мы такие Моя белая шальная лошадь не дает Брюсу покоя Ему не имется перекрасить ее в черный Он уже пытался Но она белая И надеюсь белой и останется Я скорее сдохну, чем дам перекрасить ее в черный Шальная лошадь Единственная не черная машина в парке Почему белая? Потому что Брэндон не дает перекрасить ее в черный цвет А если он втемяшил что-то себе в башку Его не переубедишь Но Брэндон не добился того, чего хотел, загружаясь на складе На этом складе настоящий хаос Либо ты справляешься с ним, либо нет Иногда груз закрепляют непонятно как Хотя если он в конечном счете не развязывается, то держится прочно Опасения Брэндона были не напрасны В 50 метрах за его спиной цепь разорвалась Угрожая, что платформа съедет на радиоактивный груз Но Брэндон об этом пока не знает Ты либо ездишь на них, либо лежишь под ними Такие вот они Всегда найдется, что починить Вдруг Брэндон замечает в боковом зеркале, что сзади что-то раскачивается Кстати, о цепях Черт Не знаю, цепь это или нет, но что-то явно развязалось Сбросить скорость и остановиться можно только через километр Порвалась Платформа запросто могла сдвинуться и раздавить бочки с радиоактивным материалом Случись это, пришлось бы заплатить за очистку кучу денег Все вроде нормально Брэндон крепит платформу снова В этот раз я по крайней мере знаю, что все сделано как надо Я ему говорил, что платформа привязана ненадежно и с ней могут быть проблемы И вот цепь порвалась Выходит, мои опасения были не напрасны И это все-таки случилось Брэндон должен наверстать упущенное время Но он не знает про пожар, охвативший шоссе, впереди по курсу Далее ему предстоит серьезный разговор с Брюсом и решение вопроса жизни и смерти Не стоит сжигать себя заживо, парень Одно неосторожное движение – автопоезда И еще пару ярдов Ящерицы раз прибыли на ферму вовремя Раз уже на шаг ближе к дому, но дорога снова полюбилась ему Мне нравится быть в пути Живешь в своем маленьком мире, никто тебя не беспокоит А ящерице придется снова столкнуться с тем, что заставило его на целых полгода выбыть из игры С перевозкой скота Грузим около двух тысяч голов, их надо доставить на корабль Это около десятка тройных грузовиков Все в порядке? Погрузка скота опасна для жизни Животные могут боднуть, придавить, легнуть, а то и растоптать Один раз поскользнешься и можешь угодить под копыты или упасть с прицепа с пятиметровой высоты Это опасно От этих животных всего можно ожидать Погрузка дело весьма напряженное Но мы стараемся работать профессионально, чтобы все прошло гладко Именно здесь ящерица разбила себе голову Он знает, что ему бы лучше не заниматься этим Но стоять не в силах Мне следовало бы бросить это, но я не могу Все меня спрашивают, почему, а мне просто нравится Стой у тех ворот, не давай им выйти Еще три Дело сделано, и ящерица на седьмом небе от счастья Пока За все эти годы я оступился только раз или два Я еще могу потягаться с лучшими из них До погрузки в порту осталось всего 10 часов И ящерице придется вести колонну через самый сложный регион на планете Он еще не знает, что ему предстоит столкнуться Со страшнейшим кошмаром всех водителей Не переживай Все нормально, радуйся, что теперь будешь чертовым роботом Еще одного водилу потеряли, пошел работать на шахты Будь они не ладны Брюс пытается удержать бизнес на плаву в жестких условиях рынка Главные конкуренты — крупные шахты, переманивающие его лучших водителей Даешь парням полную свободу, и вот что получаешь Вытираю его имя с доски Шахты получили еще одного Опять эти чертовы шахты Проклятие Водитель Джим Бейля оставил сумасшедший мир Брюса Выбрав спокойную работу на золотом прииске И возможность водить самый крупный в мире 148-колесный грузовик Длиннее футбольного поля Весь день Джим ездит туда-обратно По 40-километровой асфальтированной дороге Это куда спокойнее, чем шпарить по шоссе Работаешь 12 часов После смены принимаешь душ, пьешь чай, ложишься спать Мне не нужно от жизни большего Теперь все в жизни Джима Блюда на завтрак, поездки на корпоративном автобусе Тесты на алкоголь Контролируется начальством 3-0 порядок У Брюса другой подход Вернись! По нормам здравоохранения и безопасности я не имею права позволять сотрудникам пить или даже курить на работе Это полный отстой Пошли нах... Такие правила Я не позволяю им только пить за рулем и употреблять наркоту Ну разве что вы курят со мной косячок Брюс дает свободу А шахты мощность Лошадиные силы У нас больше мощности, чем нужно Мы используем лишь малую толику На четвертом прицепе установлен двигатель мощностью 600 лошадиных сил Он позволяет двигать самый длинный в мире автопоезд ЖИМ заводит этот двигатель каждую смену С такой мощностью каждое неосторожное движение при появлении встречного грузовика может оказаться смертельным Раскачавшись, задние прицепы могут в любой момент оказаться за пределами Разделительные полосы Да, они немного раскачиваются Впереди этого не чувствуешь Стараешься не смотреть в зеркала, чтобы даже не знать об этом При движении на полной скорости полагаться остается лишь на везение Пока что грузовик Джима ведет себя отлично Джим оставил дикую работу у Брюса и выбрал размеренную жизнь Но в мире автопоездов ничто не дается легко И даже самый большой в мире грузовик может сломаться Далее Брэндон не слушает Брюса Где его носят? А ящерица лицом к лицу сталкивается с одной из самых смертельных угроз пустыни Одно неосторожное движение – автопоезда Вернувшись к работе после травмы Ящерица чувствует себя в форме Но впереди его ждут новые опасности Да, на грунтовых дорогах прицепы могут подскакивать Если третий прицеп грозит перевернуться Надо поставить его обратно на колеса, не сбрасывая скорости Так и едешь Это, конечно, добавляет адреналина Слепящая пыль может помешать водителю заметить проблему вовремя Ящерица слышит по рации разговор о том, что может угрожать всей колонне Лем, у тебя из-под грузовика дым идет Ты бы лучше остановился Черт, у Лиама подшипник накрылся Если ехать дальше, он воспламенится и придется отцеплять прицепы, чтобы не загорелось все Перегретый подшипник может загореться и превратить дорогостоящий грузовик в огромное огненное облако Из-под грузовика валит дым Но на узкой дороге, по которой ящерица идет впереди колонны, невозможно развернуться Нужно самому заботиться о себе Пробовать чинить самостоятельно, мы способны решить большую часть своих проблем сами У ящерицы своя проблема Чтобы сэкономить время, он решил ехать через реку Такая река способна поглотить автопоезд целиком Бывает, что застреваешь, например, если теряешь сцепление Тогда приходится выбираться, чтобы отцепить прицепы или опустить колеса Самый безопасный способ перевести прицепы через реку по одному Но тогда ящерица потеряет время, которого у него и так нет Здесь глубже, чем мне казалось Рассел, слышишь меня? Кажется, река здесь глубже, чем я думал Вода выше колес, она почти достает до карниза Потихоньку там Хорошо понял Если он застрянет, придется повозиться Дам тебе знать, когда перееду, дружище Будь осторожен, здесь крокодилы Продолжение следует... Продолжение следует...